Итак, всем здравствуйте, товарищи! С вами снова Константин Калуцкий, и мы продолжаем наш разговор об очередном туре российского чемпионата и сосредоточимся на его центральном матче – ЦСКА «Зенит». Здесь определялось очень много и для санкт-петербуржцев, и для целого ряда других коллективов, которые сейчас также борются за золото. В преддверии этого матча мы увидели очередную неудачу Краснодара, которая уступила «Спартаку», и после этого многим показалось, что вот, пожалуйста, у «Зенита» все карты на руках, реальный шанс выйти в отрыв, как минимум от Краснодара, избавиться от одного из преследователей. Нужно обыгрывать ЦСКА, который все-таки сейчас вот выглядит максимально уязвимой командой. Всем понятно, почему. ЦСКА – ограниченный состав, ограниченная ротация. Они постоянно подседают во втором тайме и ближе к концовке игры. То есть здесь, на фоне вот этой чудовищной усталости ЦСКА, скопившейся ближе к концу сезона, казалось бы, есть отличный шанс добиться успеха, добиться победы, и вот, пожалуйста, ты уже выходишь вперед в этой гонке. Но закончилось все поражением. И давайте обсудим, что здесь произошло, каковы причины подобной неудачи, и за счет чего ЦСКА, казалось бы, уставшая, изможденная команда, которая играет плюс-минус одним и тем же составом уже год с лишним. Вот каким образом они здесь поехали в Санкт-Петербург и добились вот этой важнейшей для себя с психологической точки зрения победы. Это мы обсудим. Но сперва хотелось бы напомнить, что у меня есть телеграм-канал, где я регулярно публикую статьи и заметки на футбольную тематику. Здесь же вы можете получить еще и очень приятный подарок от нашего партнера, компании Пари, который предлагает вам фрибайт в 2024 рубля. Как его получить? Нужно пройти по ссылочке в закрепленном комментарии, там вы получите все инструкции на моей телеге и получите тот самый подарок. В общем, не затеряйтесь, парни. Ну и вообще подписывайтесь на мою телегу, там много всего интересного. Итак, давайте пройдемся по матчу Зенит-ЦСКА. Начнем со стартовых составов, потому что здесь, ну, знаете, что бросается в глаза, то, что Зенит с самого начала матча так или иначе обозначал желание играть вперед, играть в атаку. И это было видно уже по основной обойме. Два нападающих впереди, Касьера и Сергеев, это очень большая редкость для текущего сезона. Чаще всего Семак использует этот вариант игры только в каких-то экстренных случаях по ходу встречи, выпуская двух нападающих, а здесь с первых минут. Тут же Артура и Клаудинио в атакующей группе, Вендел и Бариус в центре поля, при этом мы понимаем, что Вендел при позиционной атаке точно так же высоко поднимался и подключался к наступлению. Караваев Сантос на флангах, вполне себе боеспособные фланги защиты, возвращение Сантоса важнейший момент, учитывая то, что сейчас, ну, как бы это сказать помягче, учитывая то, что в отсутствии Сантоса команда очень сильно подвисает в плане своего движения, своей работоспособности и всего остального. Вот здесь Сантос на фланге, Нино Иракович в центре, Киржаков на воротах, в общем, состав максимально такой агрессивный, интересный, и казалось, что от них можно ждать чего-то любопытного. Что касается ЦСК, тороп на воротах, и это, кстати, у многих вызвало вопросы, определённые, справится ли молодой галкиперсменщик Акинфеева. В первом тайме чуть был не приёз, зато во втором, особенно в концовке, потащил так, что снял все вопросы. По-моему, по Мазуну уже нужно искать новый коллектив, возвращаться в ЦСК, к такому конкуренту в рамках сменщика Акинфеева, по-моему, бессмысленно. Дивеев, Роша, Мойзес в центре защиты, Гайч, Агапов на флангах, Сдьелар, Облико в центре поля, Чалов, Заболотный, Файзулаев в атаке. Что бросается в глаза у ЦСК? У них, в общем-то, тоже достаточно наступательный состав. Здесь мы видим того же самого Облико в середине двух нападающих. То есть, с одной стороны, ЦСК тоже вроде как обозначал такой наступательный вариант обоймы. Но, по факту, если мы смотрим тот же самый первый тайм, то здесь уже было видно, что одна команда играет по-хозяйски, другая команда стремится сушить игру и максимально вязать хозяев поля по рукам и ногам. Ну и, в общем-то, следует признать, что такой вариант игры был ожидаем от Федотова, особенно на выезде против «Зенита». И, черт возьми, он оказался эффективен. Вот, знаете, здесь следует отдельно отметить, что у санкт-петербуржцев в этой части сезона очень серьезные проблемы возникают. Не всегда, но периодически. В матчах домашних против московских команд, которые, как видимо, смирились с тем, что хоть они и столичные коллективы, но «Зенит» более звездная команда, к которой нужно относиться, ну, с определенным пиететом и с определенным уважением в рамках фразы «боится, значит, уважает». И здесь ничего зазорного нет. Это как, я не знаю, в Барселону проезжали все время против Хосе Пагвардиола играть от защиты. И ничего страшного, всем было понятно, зачем и почему. Вот и сейчас мы видим, что и «Спартак», и «Цариска», и другие коллективы, проезжая в Санкт-Петербург, выстраивают футбол именно жесткий, оборонительный, и он становится чертовски тяжелым испытанием для «Симака». Вот когда московские команды проезжают в Питер показать себя покрасоваться, сыграть а-ля улю как следует, поразвлечься, ну, там очень часто влетают, когда против «Зенита» начинают играть на встречных курсах. А вот прагматичный футбол, вот тут совсем другой коленкор. И в первом тайме мы увидели классический пример того, как «ЦСКА», великолепно закрывая зоны, великолепно прессингуя, великолепно принимая вот ведущих футболистов «Зенита» в крепкие футбольные объятия своего давления и прессинга, они, ну, просто закрыли фактически все главные плюсы «Зенита» в первом тайме. «Зенит» владел мячом в первом тайме 70% времени, но толком ничего создать не сумел. Да и самый опасный момент по факту был скорее создан «Торопом», который здесь, ну, в каких-то моментах торопился, видимо, и действовал опрометчиво, а «Кенфеев» был бы более хладнокровным, но, повторяю, «Тороп» в первом тайме чуть не привез, во втором потащил. Поэтому к молодому галкиперу вообще никаких вопросов. Один из героев встречи, но в первом тайме чуть было не напортачил. Но, тем не менее, смысл в том, что, получается, самый лучший момент «Зенита» это подарочек от «ЦСКА». В остальном «ЦСКА» подарков не делал, у них не было такого настроения. И они по максимуму здесь блокировали активности соперника. И выжидали, конечно же, свой момент в контратаке. Учитывая, что впереди есть «Чалов», впереди есть «Файзулаев», впереди есть «Заболотный», на которого можно нагрузить, а уж кто-кто, а «Заболотный» сверх мотивирован в матче против «Зенита», всегда можно быстро перейти в атаку. И здесь уже в первом тайме тот же самый «Абазбек» Файзулаев показал свою технику во всей красе. Был у него отличный момент, чтобы забить не срослось, но это был уже первый звоночек. А после перерыва уже вовсю колокола заиграли, потому что с первого «Мойзес» там отгрузил в перекладину. А дальше тот самый момент с пенальти. Пенальти, что характерно, заработал Агапов на кассиере. Вот, наверное, скорее мы бы предполагали, что будет наоборот, что Агапов, молодой защитник ЦСКА, может неудачно отыграть против суперзвездного форварда «Зенита». Но здесь даже вот такое может произойти, насколько ЦСКА все-таки показал себя организованной и универсальной командой. Агапов, по которому были вопросы, насколько он вообще способен эффективно тащить бровку в роли латерали, насколько он интересен в этой роли. Вот здесь оказался в нужном месте, в нужное время заработал пенальти, и Чалов его использовал. Получите, распишитесь 1-0. И что толку от вашего владения? Что толку от того, что «Зенит» пытался там играть первым номером? Толку никакого. «Зенит» вновь столкнулся с проблемой отсутствия игрового плана при игре первым номером. «Зенит» не знает, как скрывать оборону соперника. И после этого у меня возник главный вопрос. «Зенит» сейчас попробует использовать свою глубину резерва или нет? Рискнет «Семак» вводить свежие силы пораньше? Это первый вопрос. Второй – «ЦСКА» с их физухой. «ЦСКА», который постоянно подвисает ближе к концовке матча. Вот он сможет удержаться, особенно учитывая фактор того самого резерва «Зенита». И вот здесь санкт-петербуржцы на исходе часа игры вбросили свежие силы. Педро и Мостовой появились. Дальше Ерохин, который, понятное дело, вышел в качестве мощного нападающего вперед таранить и толкаться. Изидор, ну, это ладно, такое себе. Но смысл в чем? В том, что свежие силы были выложены на стол. Вот, пожалуйста, мощный нападающий Ерохин, на которого можно грузить. Вот Педро, который в хороший день в одиночку способен выиграть дерби двух столиц против московской команды. Вот, пожалуйста, Мостовой, который разгонится так, что мало не покажется. И вот здесь у «ЦСКА» была понятная задача выжить. Выжить, потому что «ЦСКА» и так подвисает во втором тайме, не хватает им физики на вот эту сумасшедшую череду матчей. Особенно учитывая, что и в кубке матчей, и в чемпионате, и сможет ли «ЦСКА» удержаться против «Зенита» с вот этими свежими футболистами. И тут пошел нажим. Концовка матча, это доминирование «Зенита». Здесь уже без всяких вопросов игра на отбой от «ЦСКА» в некоторых моментах, в некоторых моментах автобус, и даже это не спасло. Потому что если «Зенит» заведется, если «Зенит» получит вот это преимущество в движении над соперником, которое было в концовке матча с «ЦСКА», но «Пиши» пропало. Однако в этот день был человек, который способен был остановить вот этот натиск «Зенита». Это тороп. В концовке он, конечно, вытащил несколько тяжелейших ударов, и, на мой взгляд, он один из главных героев встречи. Наравне, собственно, с Федотовым, который великолепно проработал план игры против «Зенита». Да, в концовке все могло аукнуться. Но, тем не менее, в концовке каждого матча у «ЦСКА» возникают трудности. Это неизбежно. Такова специфика команды в этом сезоне. Но на этот раз был герой, который способен был затащить в концовке. В итоге «Зенит» тяяет очки. Остается в очередной раз с провальным результатом. Миллер после матча говорит о том, что будет серьезный разговор. Ну и есть о чем поговорить. Сейчас вот «Динамо» играет в свой матч. Пока что там ничья. В перерыве как раз записаться решил по матчу «Зенита». Ну, посмотрим, каков будет исход вот этого тура.